Добрый день, друзья! Добро пожаловать в это новое видео! Я так рада вас видеть! И сегодняшнее видео начинается, знаете с чего? С подготовки к небольшой домашней вечеринке, потому что мы приглашаем своих близких друзей к нам. Вообще у нас такая программа, что сначала мы с ними пойдем в ресторан поедим, а потом уже на такие легкие закуски, на завершение вечера мы вернемся к нам домой. Помимо рыбы, которую я буду засаливать, лосось по рецепту моего папы, мне нужно будет сейчас как раз докупить кое-какие сыры в сырной лавке, взять багет и еще кое-какие мелочи купить. И также я думала еще зайти за цветами, посмотреть, что у моего флориста есть интересного для оформления пространства и стола. Так что давайте сделаем что-нибудь красивое и уютное. Я в своем раю сырном взяла себе на пробу новые варианты. Просто аромат здесь, конечно, ни с чем не сравнимый, но после нескольких минут примыкаешь. Посмотрите, какой тут выбор. Очень здорово. Просто, если бы вы только знали, как я люблю сыры, а это что-то с чем-то. Здесь, кстати, можно купить галеты, яйца и другие фермерские продукты. Смотрите, какие классные сыры. Это обычно козьи сыры. Они такие очень пугающие на вид, но на вкус, ух, если бы вы только знали. Еще зашла за своими овощами и фруктами в мою лавку. У меня спросили, у вас намечается вечеринка? Я говорю, да-да. Как вы узнали, мне сказали, что это такой стандартный набор овощей и фруктов, которые обычно все берут, когда у них собираются гости. Я вышла из своей цветочной лавки. Посмотрите, какая у них красота. Сейчас сезонные цветы, весенние, но при этом круглый год есть цикламены. Просто гигантские цветы. И, конечно, тут есть кошачья трава, пирожка. В общем, кто-то уже стучит самую ветку. Потому что я сейчас вышла. Посмотрите, с чем. С такой красотой. С невероятным таким почти деревом цветущим. На нем есть такие небольшие иголки. Он просто гигантский сплыл. И он цветет. Так что я с ним сейчас аккуратно пойду домой. Мне даже предложили его не заворачивать, что, в принципе, мне кажется, очень логично. Потому что никакая оберточная бумага ему не поможет. Поэтому я буду аккуратно двигаться в сторону дома. Просто как я рада. Как мне это нравится. Настоящая весна. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наверное, совсем неочевидный факт. Но сейчас у нас утро. У нас в Париже стоит такая жуткая, темная, депрессивная погода. Но, однако, несмотря на такую темень, мы, знаете, продолжаем вставать довольно рано. И в 8 утра мы с Димой уже в спортзале. Ходим туда каждый день. Не знаю, насколько нас хватит. Но пока я очень-очень рада. И сейчас я как раз вот вернулась из спортзала. Естественно, накрасилась, собралась. И по программе у нас дальше встреча с Аней. У нас приятная встреча. Потому что мы как раз поработаем над вопросами в агентстве. И заглянем на одну классную выставку в центр Помпиду, куда я хотела попасть. Потому что выставка посвящена такому, знаете, сравнению работ кучужных. Потому что там будут выставлены платья от таких именитых фэшн-домов, как Диор, Алоя, Шанель, Марин Сере, например. И они будут представлены в сравнении с художественными работами 20 века. Они будут в таком, знаете, визуальном сравнении, в контекстуальном сравнении. Поэтому, мне кажется, это очень будет интересная выставка. Так что сюда, туда, точнее, мы с вами сейчас и отправимся. Главное, чтобы меня сегодня не сдул ветер и не смыл дождь. Потому что у нас именно такая погода. Но я думаю, я очень уютно оденусь. Так что мне будет хорошо и комфортно. Потому что я уже сейчас в своем одном из самых любимых свитеров. Это свитер из тонкого-тонкого кашемира. Посмотрите на его рукава. Это моя отдельная любовь. Ношу его уже четвертый год, получается. Представляете? Это, кстати, Лили Силк. В общем, бежим туда, друзья. И увидимся с вами на месте. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добрый вечер, друзья. Я вернулась. Меня не замочил дождь. Потому что какое же спасение у вот этого мое бежевое пальто. Как же я его люблю. Это Эйм Кло. В общем, я не знаю, насколько вам было очевидно по кадрам с выставки, что она нам не понравилась абсолютно. Я задеваю дверь. В общем, я ожидала действительно чего-то большего, что будет больше работ в плане кутюрных работ. Там было буквально 4-5 платьев, которые не в самом выгодном свете были представлены. И сравнения были как-то настолько за уши притянуты. Информации было практически ноль. Поэтому я даже вам ничего не озвучивала, ничего не снимала. Просто в центре Помпиду на самом деле еще не очень приятно находиться из-за освещения. Это, кстати, не только мы с Аней придерживаемся такого времени. Мнение. Но у нас есть много знакомых, которые тоже не любят ходить в центре Помпиду. То же самое касается и вот выставки, которая была сегодня. В общем, не очень вам советую. Но если вы хотите, в Помпиду всегда есть перманентная коллекция. Кстати, выставка, которая проходила в 2015 году в центре Помпиду, которая мне очень понравилась. И это, по-моему, единственная выставка, которая мне очень понравилась в центре Помпиду. Это были работы потрясающего художника. Сейчас я вспомню его имя, его фамилия Кифер. Имя у него Ансель. Вот так. Он представляет свои работы на тему переосмысления ужасов Второй мировой войны. И у него представлено не только полотно, но еще и такое предметное искусство. В общем, там выставка была оформлена просто безупречно. Но все равно мы туда попали. Мы теперь знаем, что это такое. И, мне кажется, мне пора раздеться. Музыка. 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 У нас сейчас с вами намечается одна очень интересная тема для разговора, потому что, как вы знаете, я вам очень благодарна за вопросы, которые вы пишете, я их сохраняю себе всегда, и вот один из них. Мария, что самое сложное в вашей деятельности публичной? Можете ли сказать, что ваши последние изменения во внешности связаны с желанием всегда выглядеть хорошо на экране, и как вы справляетесь с критикой и непрошенными советами в свой адрес? Я вам в одном из предыдущих видео говорила, что самая большая сложность для меня в моей работе заключается не в том, чтобы, знаете, я заставляла себя что-то снимать, или у меня бы, например, были проблемы с самоорганизацией, потому что, когда ты работаешь на себя, у тебя, с одной стороны, есть очень много времени для того, чтобы сделать так, как ты хочешь, но, с другой стороны, есть такая ловушка, что ты этим временем иногда можешь не так рационально распоряжаться, когда ты сам себе предоставлен. Знаю, что у некоторых есть проблемы с прокрастинацией, что есть вот этот момент, когда ты оттягиваешь до самого-самого последнего, а потом в ППХ и с большим стрессом все делаешь. Я вот не такой человек. Мне легче работать всегда, знаете, не на пределах своих, потому что я знаю, что если я буду работать на самых своих максимальных скоростях, так скажем, то, конечно, ненадолго хватит, поэтому я предпочитаю такой. Спокойный режим, но постоянной работы. Мне так спокойнее, и за сколько уже лет? За 4 года, получается, работы полностью на себя. Я выработала, знаете, свои методы ведения работы. Но сложности, конечно же, остаются. Я сейчас не беру во внимание довольно большую нагрузку, да, она есть. И когда вы работаете на себя, то вы просто не можете не думать о своей работе 100% своего времени. У меня, кстати, иногда очень интересные идеи, знаете, приходят в момент, когда я засыпаю, прямо в такое пограничное состояние, когда между сном и реальностью я просто не знаю, каким образом, но на утро я запоминаю, что мне пришло в голову, и мне это действительно очень хорошо помогает. Но что меня действительно выбивает из колеи, иногда это, как я вам говорила, статистика, потому что я тот человек, который, не знаю, мне кажется, если бы даже у меня не было такой возможности показывать свои видео на широкую публику, я бы все равно их монтировала, делала и складывала хоть в стол, потому что я, ну, до жути люблю этот процесс. Я вам тысячу раз говорила, как я люблю снимать, как мне нравится создавать вот эту историю, искать музыку, которую я так долго ищу, и просто смотреть на результат, как можно нашу реальность, показать через камеру. И вообще, знаете, я поняла, что за эти годы я так привыкла смотреть через объектив камеры, и знаю, что кому-то это может показаться странным и страшным, что мир нужно смотреть через свои глаза и жить в этом моменте. Знаете, я не нахожу в этом ничего страшного, что этот момент я забрала себе вот так эгоистично, но я знаю, что я его не упущу, что он останется со мной, и более того, что я смогу с ним сделать какую-нибудь интересную историю, которую даже вы увидите. Но статистика, которая иногда говорит, что вот, твои видео там могут смотреть чуть меньше, или наоборот, чуть больше, она действительно выбивает из колеи, и на это более подробно я вам ответила как раз вот в предыдущем видео. Что касается изменений во внешности, связаны ли они с моим желанием хорошо выглядеть на камеру, то, знаете, наверное, да. Наверное, да, и я не отрицаю такую проблему, она у меня есть, и, наверное, это тоже такая некая профдеформация. Даже тот факт, что вот я сейчас потянулась рукой поправить волосы, знаете, он такой нервный тик, который, я знаю, многих раздражает, и я прошу за него прощения, он меня тоже начинает раздражать, но надо над этим работать. Что касается того, как я хочу хорошо выглядеть на камеру, конечно, конечно, в этом проблема большая есть, потому что я вам говорила не раз, что я могу переснимать один и тот же кусок два-три раза, просто потому что свет не так упал. Я, кстати, не фотошоплю свои видео в плане того, что на них как бы нет фейстюна или каких-то изменений в лице. Я вам говорила, что я свою картинку раскрашиваю, я вам потом сниму, если что, как выглядит S-Log, то есть он не меняет форму вашего лица, он меняет как бы цветопередачу, что у вас свет более ровно распределяется по лицу. Знаете, это всего лишь цветокоррекция в DaVinci Resolve. И мои изменения, которые у меня с лицом произошли, и я этого не скрываю, они тоже связаны с тем, что, конечно, выглядеть хочется лучше, и глупо было бы отрицать и говорить, нет, я хочу выглядеть плохо, я хочу выглядеть хуже, чем я была год или два назад. Мне кажется, если есть такая возможность, если к этому подходить адекватно, и, знаете, без перегибания палки, так, чтобы, не знаю, вкачать себе все, что только можно, просто в какой-то подворотне подешевле, то такого делать, естественно, не нужно. И у всех есть свои потребности. Я, например, вам рассказывала, что я из года в год выходила за контур своих губ, потому что мне очень хотелось, чтобы они были чуть больше, что лицо визуально оказалось гармоничнее. Я исполнила свою мечту, я очень рада. И кому-то может так показаться, что вот есть где-то перегибы, где-то было лучше, как некоторые пишут. Но это такое, знаете, субъективное мнение. Я всегда говорю, главное, чтобы вы нравились самому себе, чтобы вы ощущали себя в гармонии. То, что говорит, конечно, легко сказать, что это не важно. Вы забудьте про их мнение. Мы не забудем про их мнение, все равно люди, они, им свойственно, знаете, вот это самокопание, прокручивание в своей голове того, что вам сказали, что посоветовали. Я тоже не исключение. Мне кажется, это нормально. Просто нужно проявить вот эту, знаете, стойкость, когда вы, ну, честны сами с собой, говорите, что меня все устраивает. Я не просила никаких непрошенных советов. Мне и по сей день довольно часто пишут, что раньше было лучше, какая же раньше она была искренняя, живая и настоящая. А вот сейчас, знаете, превратилась в такую куклу. Ну, знаете, кто что видит. И я с этим ничего поделать не могу. Мне кажется, хорошо, когда ты ухаживаешь за собой, когда тебе это приносит радость, удовольствие. Не знаю, есть ли какие-то перегибы в том, как я себя веду на камеру. Я абсолютно отдаю себе отчет, что есть разные манеры поведения у человека. Я вам говорила, я даже в жизни себя веду несколько по-другому. Вот я, когда вижу себя на монтаже, я понимаю, что так. Вот видите, опять поправила волосы. Вот здесь можно было лицо чуть больше расслабить и так далее. Но все приходит с опытом. И люди, конечно же, будут писать. И этого никто не изменит по поводу непрошенных советов, по поводу того, что нужно было сделать, что не нужно было сделать. И хейт, конечно, тоже есть. И, знаете, то, как вы реагируете на это, это, конечно, самая большая часть проблемы. Потому что я в свое время реагировала на хейт, когда он только вот открылся. Я вам рассказывала про это злосчастное происшествие, что мне было очень тяжело и довольно больно. И то, как я сейчас реагирую на хейт, на критику в мой адрес и прочие неприятные моменты. Вот я за это очень благодарна себе на самом деле в прошлом, что именно с этим запросом я обратилась к своему первому психологу. Это, получается, три года назад на сервисе Zygmunt Online я нашла своего специалиста, который мне на самом деле очень помог и разобраться в своих проблемах, выстроить правильные отношения с работой, и меньше зависеть от мнения посторонних, совершенно, знаете, не имеющих отношения к моей жизни людей. На сервисе более тысячи психологов, у всех более трех лет частной практики, и также дипломы о высшем психологическом образовании и сертификаты для ведения психотерапии. Zygmunt Online можно заниматься парной психотерапией. Первая консультация будет стоить всего 2370 рублей, потому что с моим промокодом MARI у вас будет максимальная скидка в 15% на первую консультацию. Это одно из самых доступных предложений на рынке. Так что, друзья, если вы еще никогда не пробовали психотерапию, я вам искренне советую сделать себе такой подарок и улучшить качество своей жизни. Понимание проблем, нужные решения приходят гораздо быстрее. Я вам все ссылки, полезную информацию и мой промокод оставлю внизу под видео. Мы сейчас вышли из этого кафе, которое называется Recto Verso, и это был самый отвратительный опыт пребывания в кафе. Только что нам запретили фотографироваться возле кафе, потому что сказали, что мы отпугиваем посетителей, которые хотели бы зайти в кафе. Вы представляете, что за бред? Нам не позволили взять стул, хотя кафе было пустое, и просто было микроскопическое пространство. Невозможно было где-то оставить свои вещи. В кафе нет ни туалета, ни места, где можно было помыть руки. У них нет матча. В общем, мы просто в ужасе, если честно. Но вот выйти, вот так выбежать и сказать, нет, возле фасада не фотографируйтесь, хотя это как бы общая улица, тут не только кафе расположено. Но вот так вот, такие правила. Крайне не рекомендую, очень неприятные. И горячий шоколад, который я взяла, был самый отвратительный напиток за последние, наверное, месяцы точно. Добрый вечер, друзья. Мы с вами встречаемся перед моей такой рабочей, дружеской встречей, потому что у нас сегодня будет такое небольшое собрание с Аней и нашей подругой Леной, потому что нам нужно будет уточнить пару очень важных моментов, которые касаются работы нашего агентства. Но зато мы придумали встречаться в одном очень классном месте, в ловильном баре, который располагается недалеко от понтона, мимо которого я сейчас иду. Он вам передаёт привет. В общем, мне идти минут 12. В общем, я решила прогуляться пешком, потому что у нас такая классная просто весенняя погода. И мне идти где-то 12 минут. Так что увидимся с вами уже на месте. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я сейчас разбирала свою сумку, вернулась домой и вспомнила, что забыла рассказать вам один забавный случай, связанный вот с этой визиткой, которая, как вы можете видеть, из винного бара, куда мы зашли купить пару бутылок вина, когда у нас, собственно, были гости. Я искала место. Хотела сделать резервацию сначала сюда. В общем, мы зашли за вином, я разговаривала с хозяином. Ну, так и быть, могу вам сделать такую штуку, что, типа, вы зарезервируете полностью место, и это будет стоить 1100 евро, просто чтобы иметь помещение. Просто чтобы иметь помещение примерно на 3-4 часа. 1100 евро. И это без учета, конечно, потребления блюд, алкоголя и так далее. В общем, интересное место, в котором оказалось отвратительное вино. Просто вино, которое он нам посоветовал, было не очень, мягко говоря, абсолютно не очень. Так что вот, знаете, все, что не делается к лучшему, потому что я зарезервировала уже один другой ресторан, ну, даже больше как ресторан, не как винный бар, где мы были несколько раз. И я очень рада, что у них нашлось свободное место на дату, которая мне нужна. Мне кажется, мой стол в таком беспорядке уже давно не пребывал, потому что с правой стороны у нас тут просто какой-то уголок еды. Здесь йогурт, который, кстати, я не особо люблю вот в таком исполнении, но я обожаю греческие йогурты, а это единственный греческий йогурт, который был в магазине с острочетеллой и шоколадом, но мне нравится вот такого вида греческий йогурт, когда внизу по типу конфитюра. В общем, мои кружки я стала монтировать в таких наушниках. Просто посмотрите на эту гору проводов и разных инструментов. Вот что значит. Я люблю технику, это моя косметичка, и здесь с левой стороны сейчас доставили одну классную штуку, вот такой девайс от Форео. Я его буду тестировать. Я так давно о нем мечтала, просто очень рада получить эту посылку. И, несмотря на такой бардак, у меня получилось дописать посты на Бусти. Хоть я и пишу их, знаете, довольно поздно вечером, но каждую пятницу я делюсь на Бусти личным, таким сокровенным, о чем я не рассказываю в других своих соцсетях. И вот, например, сейчас только что поделилась своими такими переживаниями, страхами, мыслями перед своими грядущими 32-мя годами, потому что через 3 дня, 12 февраля, у меня будет день рождения. Кстати, сейчас на Бусти я еще поделилась виш-листом, не потому что, мне кажется, что ты дарил, но я знаю, что многие открывают так для себя какие-то новые бренды, интересные позиции. В общем, если кому-то будет интересно, то вас все это ждет там. На Бусти у меня также рецепты, музыка из видео, разные хитрости обработки фотографий, поиск референсов. В общем, там действительно очень много интересных и полезных постов по суперлояльным ценам. Это вот 80 рублей в месяц стоит подписка. И так, что у вас будет абсолютно полный доступ к тем постам, которые я уже писала. Пишу я посты раз в неделю, так что там действительно есть что почитать. Если вас это заинтересует, я вам ссылку оставлю внизу под видео. Здравствуйте, друзья! Я сейчас решила с вами поговорить на улице. У нас с вами разговор либо в кафе, но на этот раз на улице. Я закончила все свои дела практически, и у нас с вами намечается интересный разговор, потому что, как вы знаете, у меня есть папочка с вопросами. И, в общем, сегодня я хотела выбрать тему, которая касается питания, потому что в последнее время у меня довольно много вопросов поступают на тему питания. Мария, у вас есть ограничения по времени относительно ужина? Во сколько вы себе можете позволить ужинать или главное количество? Вообще, еще спрашивали вопросы про диеты, сижу ли я на диетах, ограничиваю ли я себя в чем-то? Знаете, у меня был странный и дурацкий период, я про него рассказывала вам как-то, когда я пыталась похудеть изо всех сил и какие у меня были проблемы потом со здоровьем. Это было в период, когда я заканчивала 11 класс, были экзамены, ЕГЭ, в общем, самое время, чтобы еще здоровье себе подорвать. Но, в общем, я как-то хотела пройти через этот период и очень сильно худела. Я ничего не ела, кроме кефира 0% и какой-то, знаете, сушеной ягоды. Где была моя логика, я не знаю. В общем, проблемы со здоровьем начались и я причем не худела, а наоборот, видимо, из-за того, что организм пытался компенсировать, и ему казалось, что у нас тяжелые времена, и как только какая-то минимальная пища поступала в него, он все это откладывал, знаете, в не самые лицеприятные места. В общем, я очень долго восстанавливала свою конституцию, потому что у меня все-таки довольно хороший метаболизм. Я потом, после того, как этот период прошел и длительное восстановление все-таки случилось, я потом не ограничивала себя, то есть я не насильно не заставляла себя, знаете, придерживаться какой-то строгой диеты, страшной, но при этом я понимала, что как бы если я съем чуть больше шоколада, чем было положено, то, конечно, это все потом найдет свое место, куда, в общем, ему приземлиться потом. Знаете, я не могу сейчас сказать, что я как-то пытаюсь насильно себя ограничивать в теме питания, но положительные моменты из-за того, что я отказалась, например, от сладкого и от кофе, это случилось в мае, то есть скоро практически будет год, но вот на новый год у меня был такой, ну, не то чтобы рецидив, но поскольку мне подарили шоколад, я все-таки его немного поела, но тяги к сладкому как таковой у меня нету вообще и это очень здорово сказывается на качестве кожи, на моем самочувствии, нету вот этих вот качель и факт того, что я хожу в спортзал теперь вообще каждый день, я так рада и мне это действительно помогает и проснуться, и подзарядиться, и овал лица, у меня ощущение, что он не такой заплывший-оплывший, как это было раньше, в общем, мне нравится то, что я делаю, что касается ужина, то вообще это очень интересная тема, потому что у меня нет ограничений по времени, когда я хочу есть, но что касается ужина, то чаще всего я очень уставшая и у меня вообще нету сил никаких, чтобы что-то прямо, знаете, готовить очень хорошо, готовить очень мощно, поэтому у меня как-то даже просто непроизвольно получается ужинать меньше, но все равно ужинать, чаще всего это может быть просто даже какой-то йогурт, я отношусь к той категории людей, которые абсолютно нормально относятся к молочным продуктам, к йогуртам, я не скажу, что я люблю молоко, но вот йогурт в последнее время я как-то полюбила, и что касается вообще приемов пищи в течение дня, они у меня, знаете, такие, иногда у меня просто нет времени поесть, и я понимаю, насколько это плохо и насколько может пострадать организм, потому что все очень индивидуально, кто-то нормально переносит большие перерывы пищи, кто-то относится к тем людям, которые считают, что нужно есть редко, но очень много кто-то говорит наоборот, маленькие приемы пищи, только так, в общем, все это очень индивидуально, я ни в коем случае не хочу никому навязывать, знаете, какое-то пищевое поведение, тем более, зная, насколько эта тема может быть щепетильна для многих людей, в общем, я придерживаюсь такого, знаете, интуитивного питания, потому что я люблю есть много фруктов, много овощей, я люблю хлебобулочные изделия, потому что в Париже я не ем вообще никаких пирожных, я не знаю, что за парадокс, но мне они тут не особо нравятся, знаете, даже какие-то пирожные от именитых кондитеров мне не особо нравятся, но вот зато выпечка в самой обычной булочной просто покоряет мое сердце, я без этого не могу, так что движение, какая-то активность, мера в употреблении, всего, надеюсь, на этот вопрос я ответила, а еще, пользуясь случаем, я думаю, быстренько покажу мой аутфит, потому что я прямо сегодня хожу и не могу нарадоваться, что пришло время, что можно ходить в пальто, у меня длинное черное пальто от Татика, они мне его присылали, просто как же оно мне нравится, я бы, мне кажется, весь свой гардероб выстроила из пальто подобного силуэта, я взяла с собой две сумки, просто посмотрите, как это удачно складывается, потому что мой шоппер, точнее, моя сумка, которую я сшила, она похожа по форме на мою сумку от Иконика, которую я просто безмерно люблю, и когда я их ношу вместе, такое ощущение, что это просто либо одна сумка с какими-то пушистыми элементами, в общем, это действительно практично и удобно. Кстати, посмотрите, что я сделала недавно, это мой новоявленный чокер, который я сделала сама, просто в магазине тканей, где мы закупаемся, там продаются невероятного качества ленты, и я себе купила несколько, мне очень нравится такой минималистичный вариант, и внизу у меня кардиган от Эйм Кло в сером цвете, он укороченный, у него супер такие широкие рукава, и внизу у меня юбка пушистая, которую я перешивала, это винтажная юбка от Мадам Заза фрон Мерсей, у нее удобная длина, но совершенно неудобный разрез, мне кажется, следующий наш сеанс кройки и шития будет посвящен так же и тому, что я буду распарывать эту юбку, внизу у меня казаки от Зара, и на этом все. Итак, у нас время обеда, не знаете с кем? С дорогой Дашули, вот она красавица Даша, а это наше блюдо, на Даши мясо, а у меня крок герсон, это по типу крок месье, но сыр сверху, и он с трюфелем, и также у меня есть чудесные овощи, вот мы в таком прекрасном баре, точнее баре, а брасери, где нас приели, и мы сейчас будем есть, ура! и мы Музыка Мы пришли с Даши в бутик Conservatoire des Ephemères Тут потрясающий чай Но нас с Дашей, конечно, интересует и чай И вот эти коробочки с Леопардом Посмотрите, какой у них выбор Хочу взять Мачо Потому что Мачо, которую я брала в последний раз В нашем магазине Любичи Она оказалась какой-то нехорошей Что это такое? Это 6 евро Чай, который прессованный Посмотрите, у них есть кисточка Цветочки, раковина Я вам перечисляю все, что я вижу Но мне очень нравится оформление этого магазина Это недалеко от Любомарше Во Франции Господи, в Париже их есть несколько Сейчас подойдут чай Пока мы ждем В общем, я спросила про Мачо Возьму ее в 30 граммах Конечно, в леопардовой упаковке И вот у нас будет чай с бергамотом Как раз после нашего ужина После нашего обеда Точнее, это будет очень кстати Даша За правильные магазины Под Дебюси Начала снимать Чай с бергамотом Очень вкусный оказался Прям такой легкий Нежный Ты, Даша, какой чай больше пьешь? Чай с зеленым или черным? Я хочу здесь попробовать Чай Анна Павлова Вот этот с Как это? Кокос, меринга А я наоборот, знаешь, у меня черного чая сейчас дома нет Я пью только зеленый Представляешь, я помешана теперь на Мачо И на зеленом чае Итак, друзья, я вернулась домой И предлагаю вам сделать вот эту Красивую небольшую распаковку Я не помню, кстати, как я вам сказала Как называется этот бутик По-моему, я неправильно вам его озвучила Это Консерватуар де земисфер Вот так он называется И посмотрите, как мне красиво упаковали Мою мачо Девушка просто такая милая Просто, не знаю, милейшая Угостила нас чаем Вот так вручную Упаковала мою коробочку Спросила про ленточку Завязала Дала мне вот открытку Кстати, я вам говорила, да, что Несколько адресов в Париже Один адрес вот на Рюль-Дюбаке Где мы как раз и были сегодня И один в Пасси Это в 16-м Это тот район, где я работала Как раз в оркестре Итак Давайте приступим К этому замечательному занятию А потом я как раз Сделаю себе мачо Чтобы Как-то пооперативнее Начать работать Смотрите Это, собственно То, зачем мы с Дашей шли Просто мы, я не знаю Я, по крайней мере, точно жертва маркетинга Мне так нравится Эта коробочка Я не знаю Она поднимает мне настроение И это, знаете Не такой Кричащий леопард А он такой Очень деликатный Действительно Очень такой Изысканный И, как я вам говорила Мне предложили Кастомизировать эту упаковку Сделать здесь Такую надпись Но я ничего не стала делать Мне нравится она В таком Своей В такой простоте Мне кажется Я эту этикетку потом уберу И у меня будет просто Вот такая Красивая леопардовая упаковка У меня даже Вот с этой стороны Она не так важна Сколько Не важно Какая она красивая В общем Самое главное Это вкус Но посмотрите Что случилось Мне так щедро Насыпали мачу Что она у меня Просыпалась Очень интересно Я, кстати, не смотрела Как мачу упаковывают Я смотрела другие чаи Но, если честно У меня было Небольшое предположение Скорее даже надежда Что будет еще Какая-то банка Чтобы мачу поместить В общем Это не страшно Зато этой мачи Мне кажется Хватит мне точно Надолго По цвету могу сказать Что она Очень классная Если вас Интересует Я сейчас покажу Для сравнения Мачу Из Нашего магазина Любичья Которая мне Вообще Не понравилась Нисколько В прошлый раз Возможно Это был как раз Другой сорт мачи Но посмотрите Насколько По цвету Они отличаются Конечно У меня Не самое подходящее Освещение Для теста мачи Но она Более Желтая Она Вообще Когда Смешивается С овсяным молоком Становится Прочти Прозрачная Вот этот мачи Цвет Мне гораздо больше Устраивает Так что Друзья У меня кстати Это не все Потерпите секунду Я сейчас Отряхнусь От мачи Слегка Уберу Свой бардак И покажу вам Что у меня еще Есть в пакете Потому что Это не все Я тут зашла Знаете куда В аптеку Ну не думайте Я не буду вам Показывать Никакие таблетки Потому что В аптеку Я заходила За Кое чем более Интересно Тут осталось Немного мачи Боже Ценнейший Порошок В общем Я очень умная Я знаю Увидимся Через секунду Я помою руки Кстати говоря Я вам не сказала Про цену Вдруг кому-то интересно Такая баночка Мачи Стоит 52 евро Я надеюсь Она будет хорошая В любом случае Через Несколько минут И я узнаю И собственно Что я вам еще Хотела показать Посмотрите Вот этот крем Я очень полюбила Это мой второй Флакон Это La Roche-Posay Это французская Аптечная косметика У меня от них Теперь Вообще все Крем для глаз Крем С SPF Защитой Для кожи Как раз Склонной К роза Она успокаивает Для чувствительной кожи От красноты От купероза От всего Такого Прочего И от La Roche-Posay Что у меня есть еще У меня еще было В общем какие-то кремы Знаете Для точечного Например Заживления Ран Или Что-то В общем Что-то я забыла Что еще было Мне очень понравилось Как этот крем Ведет себя на коже Насколько он впитывается Как увлажняет Не перегружает Он супер легкий И его очень Надолго хватает Так что Могу вам его посоветовать Если что Это не реклама Знаете Этот восхитительный момент Когда я Начинаю делать себе Свою мачо И Мне Стучат в дверь И доставляют Необходимую вещь Потому что Это Знаете Что Это Бамбуковый венчик Который Мне Очень Очень Нужен Посмотрите В какой он Идеальной форме Сейчас я покажу вам Тот венчик Который есть у меня сейчас Если вы обещаете Не слишком Меня судить Но просто Посмотрите Как называется Я подсела На этот напиток Это вообще Никуда не годится И Так Мачо Делать нельзя Так что Берем его Точнее Его сначала Моем Естественно Потому что Он ко мне Приехал Только что И я буду Наслаждаться Своей мачей Меняю кружки В зависимости От моего настроения Сегодня у меня Здесь Тигр А в коробке Как вы знаете Леопард Я сейчас Только что Почти выпила Целую кружку Мачи Если вам Интересно Сделаю вердикт Мачо Очень хорошее Прям Супер Это сорт Который Называется Ходиша И Вот только Этот сорт Я готова покупать Как вы видите Здесь у меня Скопление Моих кружек Здесь зеленый чай Потому что Правда Я на протяжении Уже наверное Больше чем полгода Пью Только зеленый чай На черный Вообще не тянет Хотя раньше Когда я Пила чай И вообще Напитки горячие С сахаром Был у меня Такой период Точнее не был период Он у меня вообще Почти всю жизнь Был До мая И черный чай Я как раз пила С сахаром С лимоном И это было И это было Почти постоянно Здесь у меня Водичка Потому что Очень важно Пить воду Я стараюсь Об этом себе Напоминать В общем Хотелось бы еще Вот такое Ведро мачи Но не буду Злоупотреблять К тому же Уже Почти 6 часов Я хотела Предложить вам Сделать 2 Классные Распаковки Потому что Во-первых Мне здесь пришел Один такой Конверт Который мы сейчас С вами По-нормальному Распакуем А во-вторых Мы недавно Были в нашем Любимом Магазине тканей Где продаются Ткани от Hermès Dior Lanvin И Я вам это уже Тысячу раз Рассказывала Я знаю Но на этот раз Посмотрите Что я купила Эта ткань От Fendi Я просто Влюбилась В этот Странный Необычный Леопард Я не знаю Как он будет Передан На камере Но в жизни Это такой Бордово-ягодный Цвет С холодным Подтоном И вот эти Вкрапления Черные Они знаете В жизни Как такие Истинно Черные Пятна Невероятно Красивый Цвет И даже Если я эту ткань Разверну То На обратной Стороне Посмотрите Посмотрите Какая она Не менее Красивая Мне она Очень понравилась И в планах У меня Сделать Сумку Проект Который В голове Уже есть Теперь осталось Надеяться Что у меня Получится Его Воплотить Однако У меня еще Должно остаться Какое-то Количество Ткани После того Как я Надеюсь Сошью нормально Сумку И я думала Как раз Сделать Знаете Может быть Платок Или какой-то Другой Аксессуар Чтобы Классно Вместе Сочетать С сумкой Потому что Я вот Сомневаюсь Если честно Насколько В моем Стиле Будет уместен Такой Предмет Одежды Как например Юбка Или топ Из вот этой Очень такой Акцентной Хищной Ткани Не знаю Может это Мои предрассудки Хотя Когда я Знаете Как настоящий Дилетант Накидываю Эту ткань На себя В принципе Наверное Не так уж И плохо Смотрится Особенно С тем Учетом Что Я сейчас Очень сильно Как вы можете Заметить Полюбила Темно-бордовую Помаду Которая Очень здорово Подходит К этой ткани Возможно Это не такая Плохая идея Сделать Какой-нибудь Предмет Гардероба Если у вас Есть друзья Какие-то Идеи Советы Что можно Сделать Из такого Вида Ткани Буду Очень Ваши Советы Признательна Пишите Пожалуйста Но По крайней мере Когда я Сворачиваю Ткань Очень небрежно И Прикладываю Ее На такой Манер К своим Вещам Которых В большинстве Случаев Эти вещи Они у меня Черного цвета То мне кажется Смотрится Очень здорово Уместно Интересно И Скрещу Теперь пальцы Что я Это смогу сшить Думаю Как раз Мы этим займемся На выходных А теперь Давайте Наконец-то Нормально Откроем Этот Сверток Потому что Я его уже Начала распаковывать Но когда Открыла И поняла Что там Решила остановиться Взять камеру И показать Что у меня там Лежит вам Это была Очень быстрая Распаковка Но Зато Здесь у меня Та-дам Моя новая Маленькая Камера Точнее Фотоаппарат В общем Я очень давно Хотела купить Что-нибудь Пленочное Сначала Смотрела В сторону Винтажных Камер Потом Посмотрела Отзывы И На самом деле В Париже Как бы это Странно Не звучало Но Довольно Сложно Найти Нормальную Работающую Вот эту Камеру По типу Знаете Олимпус Или Какой-нибудь Старый Кэнон Даже если Я заходила На ebay То Огромное Количество Людей Которые Продавали Такие Камеры Они находились В странах СНГ И Я Решила Точнее Это не я решила Мне посоветовал Дима Собственно Он мне это и купил Вот такой Маленький Потрясающий Аппарат От Кодек Вы не представляете Насколько Легкая Это Камера Я ее называю Камерой В общем Не важно Она весит 100 граммов Вы представляете Она Супер Супер Удобная Потому что Я очень хотела Носить Ее С собой В сумках У меня Есть Полароид Который Жутко Неудобный С отвратительным Качеством Громоздкий И я его Вообще Никуда с собой Не брала А вот Такой вариант Мне кажется Будет Очень удачным Теперь Осталось Дождаться Пленку Мне кажется Я просто Дойду до Одного магазина Который Не так далеко От нас Находится Куплю пленку Потому что У нас На выходных Ожидается Одно Классное Событие Интересное Которое Мне Будет Очень Приятно Запечатлеть Музыка 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 Итак, я вам могу рассказать про это замечательное место после того, как мы все поели, все протестировали. Называется Artisan Truffle. Это было так вкусно. Я просто не знаю, словами не передать, какая была вкусная и паста, и трюфель. И это было так, не знаю, так мило. Я вам просто от всей души советую это место. Я надеюсь, вы меня услышите. И это было совершенно недорого. Посмотрите, у нас принесли счет, и нам дали вот такие маленькие пралине. Здесь все с трюфелем, начиная от коктейля безалкогольного. Здесь есть мед из трюфеля, точнее, просто медовый трюфель с медом. Нет, мед с трюфелем, вот так. Клюква, персик и что-то еще. Здесь есть масло с трюфелем, соль. И также в этом ресторане вы можете купить себе домой, например, какие-нибудь баночки с трюфелем, или пасту, или крем. В общем, мы просто в восторге. Когда тебе слегка за 30 одними из твоих самых любимых магазинов являются вот такие классные продуктовые магазины. Потому что мы с Аней сейчас зашли в Италию. Это потрясающий супермаркет итальянской еды. Здесь есть не только еда, но также несколько ресторанов. Мы здесь уже были как-то. Я тут покупала и пасту, и соус, песто, строчеттелло. В общем, тут очень вкусные продукты. И сегодня мы зашли сюда вновь. И просто разбегаются глаза. Тут такой выбор пасты из различных соусов. И цены очень приятные. Тут очень потрясающие милые продавцы. Конечно же, они итальянцы. Здесь, кстати, огромный выбор сладкого. Но сладкое я не ем, поэтому мне в этом плане полегче. Но, однако, здесь есть, ну, не знаю, какие-то сумасшедшие сочетания. Посмотрите на этого вида фисташковый крем. Сегодня просто великолепный день. Во-первых, вам кот-пирожок передает большие приветы. Потому что я так посмотрела по монтажу. По-моему, в этот раз я его еще нигде не показывала. Я знаю, что многие из вас очень любят и ждут кота. Так что вот вам пирожок. Я его даже поставлю сюда. Мне сейчас только что доставили очень важную вещь. Потому что это пленка. И она пришла, представляете, раньше назначенного срока. Вообще, ее заказывал Дима. Я, если честно, абсолютный пока профан. В этом деле это кодек Ультрамакс. Но у меня в Хакасии прям была коллекция фотоаппаратов. От моего папы, от моего дедушки. И я фотографировала на Зенит. Сейчас я пытаюсь достать мое сокровище. Очень тяжелое. Это Зенит. Который я бы очень хотела, на самом деле, задействовать. Но вы не представляете, по весу это такое неподъемное устройство. Потому что он весит даже больше, чем моя камера, на которую я обычно снимаю. Это Зенит Е. В идеальном состоянии. В своем чехле. Но по весу, знаете, это нужно прям выбирать день, когда у меня нету ни тяжелой сумки, ни тяжелой камеры. И просто идти фотографировать. Но это, знаете, не было моей целью. Потому что я именно хотела очень маневренную камеру. Прямо чтобы, правда, брать с собой в поездки. Брать на, может быть, какие-то даже выставки, которые мне очень нравятся. И которые я бы хотела запечатлеть. Так что, мне, кстати, так нравится вот этот старинный запах вот этой кожи. Я не знаю, как это передать. Но это просто какой-то запах детства. Мне он очень нравится. В общем, такие у нас есть реликвии дома. Я переставила эту ветку на камин. Все-таки на столе она слишком загромождала мое пространство. Работать было не очень удобно. И все равно, когда я сижу за своим рабочим столом, мне в любом случае видно эту красоту. Вообще, этой ветке уже неделя. Вы только посмотрите, надо в каком она состоянии. Эти соцветия опадают вообще очень редко. И причем они опадают в таком потрясающем состоянии. Знаете, совсем не жухлые. Что мне хочется их как-то сохранить, что ли. А еще одно такое маленькое чудо. Здесь начали распускаться листики. Просто мне так нравится эта ветка. Я, кстати говоря, без понятия, что это за дерево. Я не помню, говорила вам я или нет. В инстаграме мне кто-то писал, что, возможно, это миндаль. Кто-то говорит, что это персик. И еще какие-то варианты были. Если кто-то вдруг знает, что это может быть, напишите, пожалуйста. Я бы очень хотела знать. И вообще, есть ли интересная вероятность того, что эта ветка пустит корни, и мы ее куда-нибудь посадим. Наверное, это бредовая идея, но вдруг такое возможно. Друзья, я вам очень благодарна, что вы были со мной. Если вы хотите видеть больше Парижа, парижской жизни, повседневности и идей моих улдфитов, то я вас с радостью буду ждать у себя в инстаграме, где я рада абсолютно каждому из вас, кто подписывается. У меня там, знаете, просто вдохновение. Никакой рекламы, никаких советов. Действительно красивые картинки, над которыми я стараюсь. И очень надеюсь, что они вам поднимают настроение. И если вы предпочитаете больше формат телеграм-канала, то у меня также есть. Там у меня фотоколлажи, небольшие заметки за прошедшую неделю. И везде у меня потрясающее сообщество. Я вам ссылки оставлю внизу под видео. Пожалуйста, не забудьте поддержать это видео лайком, комментарием, задать вопрос, если он у вас есть. И, конечно, подписаться на канал, чтобы мы с вами оставались на связи. Для меня это очень-очень важно. Огромное спасибо еще раз, что вы были со мной. Я вас крепко обнимаю. И совсем скоро увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова